В 1959 году на вооружение армии и морской пехоты США принимается автоматическая винтовка М-14. По боевым характеристикам она значительно превосходит прежнюю полуавтоматическую М-1 «Гарант». Обладает хорошей точностью и кучностью стрельбы. Имеет новый мощный патрон 7,62х51. Винтовки поступают и к американским союзникам в Южном Вьетнаме. Начавшаяся там война против повстанцев, сторонников Северного Вьетнама должна закончиться быстро и победоносно. Партизанам Вьетконга, слабо вооруженным крестьянам, нечего противопоставить регулярным войскам, но только до тех пор, пока у бойцов не появляются советские автоматы Калашникова. Они безотказны даже во влажных тропических джунглях и болотах. На планете, наверное, нет таких условий, при которых автомат Калашникова не работает. Но в отличие от советского оружия, М-14 в армии Южного Вьетнама надежд не оправдала. Заработала репутацию тяжелой и неудобной. Деревянные части набухали от сырости, вплоть до полного выхода винтовки из строя. Кучная стрельба очередями невозможна. Мощный боеприпас давал серьезную отдачу. Уже третья пуля уходила метров на 10 выше точки прицеливания. В Соединенных Штатах напряженно ищут замену М-14. Тестируют образцы под малоимпульсный патрон уменьшенного калибра 5,56. Применение такого боеприпаса уменьшит вес винтовки, повысит точность стрельбы и поражающее действие пули. С таким оружием пехота США получит преимущество перед любым противником, в том числе и с автоматом Калашникова в руках. Такая перспектива СССР совершенно не устраивает. Перед оружейниками страны ставится задача – перевести свое оружие на малый калибр и разработать к нему новый боеприпас. Хотя советские и американские солдаты не сталкиваются на поле боя, но между оружейниками обеих стран разворачивается соревнование. Смогут ли американские конструкторы дать своим солдатам безотказную винтовку для сухопутных операций США во Вьетнаме? Получится ли у советских специалистов реализовать преимущество малого калибра в отечественных автоматах? В 1958 году Департамент экспериментальных разработок армии США объявил конкурс на создание пехотной автоматической винтовки уменьшенного калибра. Опыт, полученный во время Второй мировой войны и в Корее, показал, что основная дистанция огневого контакта – менее 300 метров. Поэтому тяжелая и мощная винтовка, как М1 Гарант, избыточна. Нужно получить легкую пулю с большой пробиваемостью и минимальной отдачей. Узнав о конкурсе, американский конструктор Юджин Стоунер решил – наступил его звездный час. Ведь у него есть подходящая модель. Нужно только изменить ее под условия конкурса. Стрелковое оружие, оно модернизируется на основе предыдущих моделей. Берется, как правило, ударно-спусковой механизм, берутся основные составные части, ствольные коробки, затворы, стволы. Зачем что-то усложнять? Работая в небольшой компании «Армалайт», Стоунер еще в 1956 году создал автоматическую винтовку AR-10 под патрон НАТО 7-62 с редко используемым в военном оружии типом газоотводной автоматики, без газового поршня. Пороховые газы, отведенные из канала ствола, действуют непосредственно на затворную раму с затвором и отводят ее в крайнее заднее положение. Благодаря такому решению оружие получилось легким. Всего 3 килограмма 800 граммов. На полкилограмма легче, чем «Гарант». Винтовкой удалось заинтересовать полицию, а армия в тот период еще не приступила к замене М1 «Гарант». Зато военно-воздушные силы США оценили другую складную неавтоматическую винтовку – AR-5 под укороченный патрон калибра 5,56. При снижении калибра, естественно, и сами образцы стрелкового оружия становятся эргономичными, уменьшается их вес. Малогабаритная винтовка Стоунера, одобренная ВВС США под индексом AR-5, весила всего 1 килограмм 200 граммов, содержала алюминиевые и пластиковые детали взамен стали и дерева. Больше похожая на игрушку и лишенной автоматики, AR-5, тем не менее, давала дополнительный шанс на спасение летчику, спустившемуся с парашютом на территории врага. Но летчиков не так много, поэтому бизнеса не получилось. Два вполне жизнеспособных проекта забуксовали в самом начале пути. Но Стоунер не отчаивался и хватался за любую возможность. Ради конкурса 1958 года он переделывает AR-10 под патрон Ремингтон 5,56 на 45 мм. Модернизированная винтовка получит заводское обозначение AR-15, армейское — М16. Кроме собственной разработки двухлетней давности, конструктор использует для неё отдельное решение, позаимствованное у немецкого МП-43 «Штурмгевер» конструкции Хуга Шмайсера. Это снимающийся приклад и переламывающийся на штифте верхняя часть и нижняя часть, то есть тело оружия, верхний ресивер нижний. Вот как раз у М16 и у «Штурмгевера» куда больше общего, нежели чем у автомата Калашникова. Как бы это ни казалось странным, потому что «Штурмгевер» как раз по принципу неполной сборки-разборки очень сильно схож с винтовкой М16. Газоотводный механизм без газового поршня, применённого в «Штурмгевере» и автомате Калашникова. Много пластика и алюминия, футуристический по меркам 1950-х годов дизайн и малый калибр. Это были основные отличительные качества модели Стоунера. Стреляла винтовка точно и кучно. Предложив «Пентагону» AR-15, маленькая компания «Армалайт» перешла дорогу гигантам индустрии, получавшим миллиардные прибыли от торговли винтовками калибра 7,62 и боеприпасами к ним. В пользу винтовки М14 высказалось и консервативное большинство «Пентагона». Американские генералы старой закалки, которые, в общем-то, были обучены на опыте предыдущих войн, им показалось, что наиболее приемлемый образец в данном случае — это М14, которые сделаны из привычных для них материалов, то есть это сталь и дерево. Казалось бы, вопрос закрыт. Военное командование выбрало большие винтовки калибра 7,62. Конкурс закончен. Но продвижению AR-15 помог случай. На стрельбище «Армалайта» заглянул генерал ВВС Кёртис Лемей, известный организацией ковровых бомбардировок Токио и атомными ударами по Хиросиме и Нагасаки. Генерал познакомился с изобретателем во время испытаний винтовки AR-5 для авиации. Лемей оценил новаторский подход Стоунера к оружию. Теперь он держал в руках AR-15 и оказался искренне восхищен и дизайном, и характеристиками. В итоге он распорядился заказать 8,5 тысяч экземпляров для охраны аэродромов. Генерала интересовала эффективность винтовки в реальных боестолкновениях. Например, в Индокитае. С каждым месяцем увеличивалось количество американской авиации в Южном Вьетнаме. Очевидно, авиабазы в самое ближайшее время станут целью ударов вьетконговцев. Придется защищаться. Когда США еще не вступили в войну во Вьетнаме, этот образец был отправлен американским советникам, и наравне с ними им также пользовались представители Южного, ну, как бы, проамериканского Вьетнама. И, в общем-то, образец им понравился. И уже во Вьетнаме американская армия начала воевать именно с ним. Авиаторы присвоили винтовке индекс М-16. Права на ее выпуск перекупил оружейный гигант Кольт, что никак не ухудшило положение Юджина Стоунера. Ему была обеспечена твердая ставка роялти с продажей каждого экземпляра. Дела пошли в гору. Кольт провел мощную рекламную кампанию. М-16 — оружие, которое настолько надежно, что не нуждается в чистке. Армия Южного Вьетнама опробовала новую винтовку в джунглях. Отзывы были самые положительные. К 1964 году, когда американские военные начали активные боевые операции во Вьетнаме, новая винтовка вытесняет прежнюю М-14. Теперь оружием Стоунера располагают и сухопутные части, и морская пехота США. Изначально, когда создавались винтовки М-14 и М-16, все отслеживалось, они были хорошие, к ним не было никаких претензий. Делалось как бы все под жестким контролем. Но когда стали изготавливать серийно и поступать войска, контроль чуточку ослаб. Эти винтовки поступали без чистящих принадлежностей, без каких-то шомполов, ершиков и солдат. Просто нечем было почистить винтовку. Из войсковых частей посыпались сообщения о частых задержках в стрельбе. Если прежняя М-14 хотя бы одиночными стреляла удовлетворительно, то в М-16 при малейшем загрязнении затвор не досылал патрон в патронник. Для устранения проблемы приходилось открывать винтовку. Можно найти информацию о том, что и присылали родственники солдатам ветвь, чтобы хотя бы можно было почистить. Солдаты, да, вычищали там свои винтовки, но они также продолжали задерживаться. При этом калашников и сибирян стреляли надежно. Их пули пощады не знали. К глубокому разочарованию Стоунера Пентагон объявил о программе замещения М-16 на более совершенную модель. Первые годы войны в Индокитае в Вьетконг снабжался АК-образца 1947 года, в то время как советская армия переходила на стрелковый комплекс «Автомат Калашникова модернизированный» плюс ручной пулемет Калашникова под патрон 7,62-39. Искать что-то кардинально новое не было смысла. Модернизация этого автомата до АКМ позволила увеличить кучность стрельбы, снизить скорострельность, которая считалась избыточной, улучшить технологичность производства. На рубеже 1950-60-х годов этот автомат заслуженно считался вершиной конструкторской мысли. Поэтому командование вооруженных сил не стремилось к уменьшению калибра по сравнению с отработанным 7,62. Ситуация изменилась, когда в руках Михаила Калашникова и других советских экспертов оказались трофейные М-16. Патрон калибра 5,56 весит чуть больше 12 грамм. На 4 грамма легче патрона АКМ. Меньше пороховой заряд, а значит, меньше износ оружия. У М-16 увеличена дальность прямого выстрела по сравнению с советским автоматом. Точнее, стрельба на ближних и средних дистанциях. Говорят, что смещенный центр тяжести, он не смещен, он просто сзади находится. И пуля, когда цепляется за препятствия, она за счет того, что он немножко сзади, имеет более сильный опрокидывающий момент. И за счет этого она раскручивается и идет дальше уже в этом смысле как поражающий фактор. Преимущества уменьшенного калибра были очевидны. Сами же винтовки по сравнению с автоматом Калашникова произвели на советских военнослужащих и конструкторов-оружейников неоднозначное впечатление. М-16 намного легче, куча еще, лучше эргономика, она где-то выгодно в этом деле отличается. Но по эксплуатационным качествам вот это то есть попало, если, допустим, вода в ствол, в М-16 ствола воду не вытрачнешь сразу. Если в АКМ это тряхануло, можешь увести огонь, то М-16 это не позволит тебе сделать. То есть он более такой, как бы сказать, капризный. Насколько я знаю, М-16 алюминиевый. А если уронить М-16, то ствольную коробку надо менять. Михаила Калашникова больше всего озадачила отсутствие газового поршня, непременной детали множества автоматических винтовок и пулеметов. Газовый поршень принимает на себя давление части пороховых газов, отведенных из ствола, и приводит в движение затворную раму. Американские конструкторы обошлись без него. Отдача действует непосредственно на механизм затвора, и это позволяло использовать меньше движущихся частей и таким образом гарантировать более спокойное положение для прицеливания. В этом и заключалась основная идея М-16, обеспечивающая меньшую массу и более высокую точность попадания. По мнению Калашникова, это конструкторское решение было сомнительным. За снижение массы подвижных частей и винтовки в целом пришлось расплачиваться необходимостью минимальных зазоров между затворной рамой и стенками ствольной коробки, чтобы не произошел прорыв пороховых газов. Малейший ссор приводит к заеданию затворной рамы, а это катастрофически снижает надежность. В автоматике системы Калашникова самая ответственная зона, где важна обтюрация, то есть плотное прилегание движущихся частей для предотвращения прорыва газов, всего одна. Это короткая газовая трубка над стволом. Она легко снимается и чистится. Внутри ствольной коробки оставлены довольно большие зазоры. Ударно-спусковой механизм сохраняет работоспособность даже при попадании песка и мелких камней. Вывод был очевиден. От конструкции М-16 взять нечего, но нужно использовать преимущество малоимпульсного патрона. С более легким оружием будет эффективнее воевать. Кроме того, американский ремингтон калибра 5,56 начал стремительно распространяться в мире и на военном, и на гражданском рынке. Это поставило под угрозу авторитет всего военно-промышленного потенциала СССР. Влияние на другие, особенно развивающиеся государства, зависело и от возможности предоставить надежное, эффективное, дешевое оружие. В декабре 1966 года Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны выдало задание на разработку стрелкового комплекса, включающего автомат и ручной пулемет, на конкурсных условиях. Советский аналог американского ремингтона 5,56 был создан в Центральном неиточного машиностроения и получил обозначение 5,45,39. Он короче американского на 6 миллиметров, а по диаметру почти совпадает, так как в СССР калибр меряется по каналу ствола без учета нарезов, а в США по углублениям нарезов. Конечно, кроме Калашникова в стране работали и другие талантливые конструкторы. Они сосредоточили внимание на повышении кучности, в чем АКМ проигрывал М-16. В автомате Калашникова центр масс-подвижной системы находится выше осиканного ствола. В результате результирующее плечо, действующих на оружие сил, если с него стреляет именно стрелок, они в станке зажаты, то у автомата Калашникова это плечо больше. В результате, да, наш автомат при стрельбе очередями, ну, скажем так, имеет большую тенденцию к подбрасыванию, чем американская винтовка. В соревнования вступило 10 коллективов. Это отражало высочайший уровень советской школы. 9 команд не без оснований стремились опередить ижевцев. Из преимуществ ижевцы имели только опыт. В остальном условия для всех равные. Неожиданно перевод под уменьшенный боеприпас повлек неприятные последствия. Например, если в ствол 7,62 попадет вода, она выльется при наклоне оружия вперед, а в 5,45 задерживается. Не оправдались и расчеты на уменьшение износа основных узлов. Вначале думали запросто, значит, перестволить ствол, и все пойдет нормально. Но тут же возникли проблемы, очень большие проблемы, значит, с ресурсом ствола. Несмотря на уменьшение порохового заряда по сравнению с патроном АКМ, порох сгорал в меньшем объеме и создавал большее давление. С этим столкнулись все участники конкурса. Ижевцы стремились первыми найти решение возникающих проблем. Если конкуренты создадут лучшую модель этого калибра, в будущем советской оружейной индустрии Калашникову место может и не найтись. Жесткая конкуренция шла между этими конструкторами, предприятиями, чья схема, чей автомат, пулемет, значит, лучше, чей примут на выражение, какое изделие пойдет. Производство последующие на вооружение тогдашней советской армии. Из десяти стрелковых комплексов автомат плюс ручной пулемет наибольший интерес у специалистов ГРАУ Министерства обороны вызвали пары из Ижевска и Коврова. Ижевцы преодолели основные технические проблемы конвертации под малокалиберный боеприпас и извлекли все выгоды от его применения. Но автомат СА-006 конструкции Александра Константинова, Ковровский завод, показал лучшие результаты стрельбы. Изобретатель заложил в свое оружие оригинальную инженерную идею. Если при отбрасывании затворной рамы в заднее положение такая же масса переместится вперед, эффект от толчков взаимно погасится, автомат будет меньше смещаться в руках солдата, разброс пуль при стрельбе очередями уменьшится. По кучности автоматического огня автомат Константинова существенно превзошел прототип группы Михаила Калашникова. Но вес получился выше, тем самым утрачивалось одно из достоинств оружия с меньшим калибром. Автомат Константинова оказался также более сложным по конструкции и дорогим в производстве. Неприхотливость и простота эксплуатации в очередной раз принесли успех оружию Калашникова. На его полную чистку требовалось 55 минут. Полная чистка автомата Константинова СА-006 занимала 1 час 35 минут, что совершенно не устраивало военных. Несмотря на несколько меньший патрон, чем у М-16, автомат Калашникова калибра 5,45 показал примерно равные с американской винтовкой характеристики при одиночном огне на дистанции до 400 метров. Главное, он был компактнее. Меньшая на 2 грамма масса патрона обеспечила преимущество М-16 в весе. Если учесть тяжесть и оружия, и боекомплекта, в несколько сот патронов, советский военнослужащий нес более легкий груз. Кроме того, работали над улучшением кучности, ввели дульный тормоз. Воздействие пороховых газов на дульный тормоз частично компенсировало эффект подбрасывания от движения затворной рамы. Кучность автоматического огня улучшилась по сравнению с АКМ почти в два раза. Одиночного огня — примерно в полтора. В пользу Калашникова и преемственность при постановке на производство на тех же линиях, где раньше выпускались АКМ. Но объявление о победе Ижевцев в конкурсе еще не было окончательным до принятия на вооружение и начала серийного выпуска. Михаил Калашников много времени проводил в цехах, вникая в каждую операцию. Мелочей в оружии не бывает. Автомат получил индекс АК-74. Запуск в производство упростила частичная унификация с АКМ. 9 узлов и 52 детали взаимозаменяемы. С принятием на вооружение характеристики автомата сравнивались не только с предшествующим, но и с оружием основного потенциального противника и его винтовкой М-16, по-прежнему применявшейся во Вьетнамской войне. Самый заметный недостаток американской винтовки — малая емкость магазина. Многие могут посмотреть фотографии времен Вьетнамской войны и увидеть, что у винтовок М-16 тех лет, тех образцов магазины на 20 патронов. Автомат Калашникова, обладая всем известным нашим «морошком», как его любят называть, на 30 патронов, просто позволял северо-вьетнамским бойцам выстреливать на 10 патронов больше в любом случае в непосредственном огневом контакте. К отечественному автомату подходит пулеметный магазин на 45 патронов. При необходимости он опустошается одной непрерывной очередью, оружие не перегревается и не заклинивает. По созданию плотного огневого заслона на малых дистанциях американская винтовка проигрывала. Заявленная максимальная прицельная дальность у первой версии М-16 составляла всего около 500 метров, тогда как у АКМ и АК-74 до 1000 метров. Большая длина ствола и более мощный патрон М-16 5,56х45 против 5,45х39 у АК-74 обеспечивает американскому оружию повышенную начальную скорость полета пули около 1000 метров в секунду, тогда как у советского автомата 910. В реальности стрельба без оптического прицела на дистанциях в 500 и более метров малоэффективна из любой винтовки или автомата. Стрелки отмечали преимущество М-16 в меньшем уводе ствола при автоматической стрельбе и в эргономике, но по надежности превзойти АК-74 ей не удалось. Задержки в стрельбе из М-16 во Вьетнаме стали предметом тщательного расследования. Выяснилось, что предприимчивые руководители компании «Кольт» принялись экономить. В частности, они отказались от высококачественного пороха, примененного в патронах «Риммингтон» и начали снаряжать боеприпасы для М-16 ординарным, аналогичным использованному в патроне стандарта НАТО 7-62. Увеличилось образование нагара. Разрекламированные как сверхнадежные и почти не нуждающиеся в чистке винтовки начали массово давать осечки в стрельбе. Чаще всего затвор зажимало в промежуточном положении, и он не досылал патрон в патронник. Устранить проблему можно было только после неполной разборки. Пороховой газ поступает внутрь затворной рамы, и там тоже оседает. И если винтовку не чистить, то там образуется очень серьезный нагар. Я видел такие винтовки, нечищенные после тысячи выстрелов. И вот это все эти подвижные части, затвор, и затворная рама, она покрыта таким густым налетом, смешанным нагар со смазкой, попадает в затвор. То есть все это может препятствовать нормальной работе оружия при каких-то неблагоприятных условиях. Посадка и высадка пехоты в бронетранспортер осложнялась длиной стволов. И если на открытой местности М-16 вполне устраивало, то в густых зарослях джунглей явно мешало. Через несколько месяцев эксплуатации обратила на себя внимание еще одна проблема. Каналы стволов из соображения экономии лишили хромового покрытия. А когда ствол не хромирован, соответственно, он более подвержен коррозии от влаги, от пороховых газов, от различной пыли, что также негативно сказывалось на оружии. Ну, таким образом, в период ведения боевых действий в Вьетнаме проявились все недостатки этого оружия. В отличие от М-14, деревянные части которой набухали от влаги, но не ломались, пластик у М-16 ранних серий был хрупким. Винтовка требовала крайне деликатного обращения. М-16 нельзя было использовать в качестве ударного или рубящего оружия в ближнем бою, потому что она просто ломалась. Все это сильно подорвало авторитет новой винтовки. В отсутствие своего качественного оружия американские солдаты стремились заполучить автоматы Калашникова. Они-то не подведут. Да и характерный звук выстрела вводил в заблуждение вьетконговцев. Кто перед ними – свой или враг? Юджин Стоунер пришел в отчаяние. Винтовка – дело всей его жизни и главный источник дохода эксплуатировалась совершенно неправильно, а все упреки относились к ее создателю. В США набирала обороты компания по поиску замены М-16, в том числе с возвратом к калибру 7,62. Менеджеры фирмы «Кольт» и сам Юджин Стоунер пытались выправить ситуацию. Сухопутные части и морская пехота срочно снабжаются комплектами для чистки и наставлениями по уходу. Винтовку предписывается обслуживать максимально часто при интенсивной стрельбе до пяти раз в день. Одновременно Стоунер срочно вносит усовершенствование в конструкцию. Появилась винтовка М-16А1 с некоторыми усовершенствованиями, которые как раз и связаны с недостаточной эксплуатационной надежностью изначального варианта. Досылатель был введен на ствольной коробке, позволяющей досылать подвижную систему вперед до конца, если по каким-то причинам она зависла, допустим, и дошла до крайнего переднего положения. Магазин был у М-16А1 сначала на 20 патронов, потом сделали по опыту АК-47, столкнувшись с нашими автоматами, сделали магазины на 30 патронов. Правильно обслуженная винтовка позволяла без разборки и чистки израсходовать несколько боекомплектов и не допускала задержек в стрельбе, если, конечно, не попадала в песок, в воду или в жидкую грязь. Появился режим стрельбы с отсечкой. После каждых трех выстрелов нужно было повторно жать на спусковой крючок. При опустошении магазина затворная рама удерживалась в заднем положении. После замены магазина досылание первого патрона в патронник быстрее, чем у автомата Калашникова, где необходимо отвести до упора назад рукоять затворной рамы. Снабжение войск модификации М-16А1 начинается с 1967 года. Американское оружие восстанавливает подмощенный был авторитет, Винтовки активно поставляются странам НАТО и в Израиль, а также в другие страны Африки, Азии и Латинской Америки. Фирма «Кольт» благодаря поставкам М-16 укрепляет свое положение в нише ручного стрелкового оружия. Выпуск винтовки продолжается на нескольких заводах в США, позднее будет налажен и за рубежом. Разрабатывается новая массовая модификация М-16А2 с улучшенными баллистическими характеристиками. Прицельная дальность возросла до 800 метров. Вопрос замены на другую винтовку еще не снимается американскими военными с повестки дня, но теперь и не считается первостепенным. Советский автомат АК-74 к окончанию Вьетнамской войны за пределами СССР еще неизвестен. Во второй половине 1970-х годов автомат АК-74 распространяется в стрелковых частях и сразу же завоевывает популярность. Он легче и удобнее в эксплуатации. Переучиваться с АКМ практически не нужно, устройство такое же. Газовый двигатель содержит затворную раму, жестко соединенную с газовым поршнем. Внешних отличий два – массивный дульный тормоз с пламегасителем и спрямленный магазин, тогда как у АКМ был изогнутый. Приемы стрельбы и правила ухода за оружием совпадают. Для экипажей бронетехники и воздушно-десантных войск оперативно был принят на вооружение вариант с откидным металлическим прикладом АКС-74. Со сложенным прикладом выигрыш по сравнению с М-16 составляет уже около 30 сантиметров. В американской армии также был принят образец М-4, созданный на базе М-16А-2. Он обладал меньшими габаритами, то есть у него меньшая длина ствола. В первую очередь данный образец был использован для экипажей бронемашин, для различных служб, ну, тыловых служб и в том числе для корпуса морской пехоты. Благодаря укороченному до 370 миллиметров стволу начальная скорость полета пули у карабина Кольт М-4 уменьшилась и сравнялась с АК-74. Но линия прицеливания короче, поэтому прицельная дальность сократилась по сравнению с М-16А-2 и составила 600 метров. Со временем этот карабин вытеснил М-16 и в сухопутных войсках. Винтовка больше не соответствовала современному пониманию назначения пехоты в наступлении. Как показала война во Вьетнаме и последующие конфликты, реальная дистанция открытия огня из автоматического стрелкового оружия обычно гораздо меньше 600 метров. Дальность 100-150 метров, это была дальность боевого контакта. Все, что дальше, это уже работали пулеметы и снайперские средства. На дистанцию 300 метров суммарное рассеивание пуль при стрельбе короткими очередями из АК-74 составляет 18 сантиметров по вертикали и 24 по горизонтали, что более чем достаточно для поражения ростовой или грудной цели. Точность стрельбы сильно ограничивается невозможностью тщательно прицелиться. Боец вынужден стрелять быстро, зачастую на бегу или из неустойчивых положений. Главное – проверка в бою. Для АК-74 таким испытанием стала война в Афганистане. Беспрецедентная по интенсивности эксплуатация автоматов сопровождалась крайне тяжелыми условиями. На палящем солнце ствольная коробка еще до стрельбы нагревалась до 70 градусов. Испытанием для любого оружия стали пылевые бури, мельчайшие частицы песка забивали ствол и попадали в механизмы. Вопреки правилам, их приходилось вычищать и оставлять без смазки, потому что даже к самой тонкой пленке жира прилипал песок. Газовая автоматика и ударно-спусковой механизм работали с трением сталь по стали в сухую. Износ увеличивался на порядок, но оружие не отказывало. Значит, выдерживали наши автоматы 8-10 тысяч выстрелов. А рассчитаны на 5, на 5, на 5 с половиной тысяч. Ни одно ручное автоматическое оружие в мире не способно практически непрерывным огнем с перерывами только на смену магазина расстрелять 400-500 патронов. ПЭ-комплект у солдата – это 12 магазинов коротких и 13-14 на автомате. Перевяженные изоленты. То есть еды не брали, но оружие, патронов – это святое. Без патронов оказаться – это страшное дело. Вот вы берете автомат и начинаете просто от магазина за магазином, и такое у меня было в колоннах. Ну а что делать-то? Ты как на столе, простите, ты едешь, и по тебе все, кому не лень, шмоляют, там, понимаете, из засады, если ты попал в засаду. У тебя ничего не остается, как магазин за магазином. Собьё начинает гореть на 12-м магазине. Маджахеды также предпочитали автоматы Калашникова. Абсолютное большинство носило старые модели калибра 7,62, преимущественно китайского производства. Бандитские формирования, формирования душманов в Афганистане снабжались оружием, боеприпасами с территории Пакистана и Ирана. Это были караваны на автомобилях, на верблюдах, на тракторах. Боевики имели возможность выбирать любые системы из предложенных, но М-16 спросом не пользовались. Винтовка по-прежнему оставалась чувствительной к загрязнению. Её магазин меняли аккуратно, доставая чистые из кармана разгрузки. В руки советских военных попадали единичные экземпляры версии М-16А1. У нас было трофейное оружие, да-да, и М-16 было, и сам стрелял. Если в автомата два выступа, которые запирают канал ствола, закрывают, в М-16 их шесть. То есть вот эти вот зацепы засоряются и не доходят, и могут давать осечки. Никому из советских бойцов даже в голову не пришло бы сменить автомат Калашникова на М-16. Многие союзники США предпочли советское оружие. Израильтяне купили у финских производителей лицензионных копий автомата Калашникова право выпускать оружие у себя. С небольшими изменениями автомат был принят на вооружение армии обороны Израиля под маркой «Галиль». В 2010-х годах для его замены сконструирован АК «Альф», выпускаемый и под малоимпульсные патроны, и под калибр 7,62. Американская винтовка, а ее я не могу назвать плохим оружием. Нет, это хорошее оружие. При надлежащем уходе она ведет себя хорошо. Стреляет, она очень живучая, надежная и так далее. Другое дело, что АК сверхнадежен с точки зрения эксплуатации в затрудненных условиях. И тут, конечно, американская винтовка проигрывает нашему автомату по безотказности, который функционирует вообще практически… Ну, на планете, наверное, нет таких условий, при которых автомат Калашникова не работает. Эксплуатационное превосходство российского оружия над М16 и М4 признают и американцы, массово производящие автомат Калашникова для внутреннего гражданского рынка и на экспорт. Компания «Калашников USA» добилась использования этого бренда без каких-либо отчислений в пользу ижевского предприятия. Лицензионная частота их производства более чем сомнительна. Судьба их собственной М16 парадоксальна. Она производится более полувека, стоит на вооружении армии и полиции более чем в двух десятках государств. Но с самого начала на ее родине, в Соединенных Штатах, военные постоянно мечтают от нее избавиться. Последняя попытка предпринята в 2013 году. Поиск альтернативы продолжается по сей день. В конкурсе за пальму первенства, безусловно, побеждает школа Михаила Тимофеевича Калашникова. То есть это обусвоено прежде всего тем, что его образец является более надежным и неприхотливым в бою. Да, может быть, у него кучность и поменьше, но тем не менее, для солдата более важно в бою, насколько его образец, который находится у него под рукой, насколько он способен, в общем-то, не подвести его в трудную минуту. Общая численность всех выпущенных автоматов, включая иностранные клоны, давно превысила рубеж 100 миллионов экземпляров. М16 и М4 произведено порядка 10 миллионов штук. Достаточно много и в то же время на порядок меньше, чем АК, АКМ и АК-74. В 1990 году Михаил Калашников и Юджин Стоунер встретились лично, пожали друг другу руки и сфотографировались. Причем советский конструктор взял в руки М16, американец автомат Калашникова. Они перед камерой держались на равных, хотя повторить успех русского конкурента Стоунер все-таки не смог.